русский что русским от а что это вот я лично не люблю когда мне такие вопросы задают катастрофа адамов не считает тебя надежным защитником и 5 на код не он попротал хотел бы ты перейти в зенит но бесит как думать зенита подслуживают никогда 5 миллионов до током не бьет приятно неприятных ощущений никаких нет единственная полиграф с датчиком давления и это манжерда она будет закреплена на левой руке во время теста будет сдуваться хорошо вот себя в третьем тайме проявить причем не плохо всегда я вот честно всегда это силы на третий тайм, всегда я в этом волнуву тут давить там слишком кусичек пускай вы знаете что думали ваня представляешь ты приходишь заходит вся команда сидит слушай это прикольно представляешь это кстати лишнее давление это классно да это руководство сидит контракт продлевать или нет продаем или нет так отвечает что думаешь про спортивного директора он вообще топ и там в руках и рука трясется удобно ребят всем привет вы на канале rb sport и мы продолжаем прекрасное шоу детектора лжи надеюсь вы не врете хотя может быть и лукавить или лжете ответьте в комментариях но сегодня у нас в гостях Ваня Гушич который нас не будет обманывать конечно нет обещаешь говорить только правду да как вообще волнуешься ты часто ты бываешь на таких шоу если я честно убиваюсь на таких шоу но тебе нравится или да 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 нравится но я на youtube смотрю этот true or false true or false да здесь то же самое ну смотри сейчас мы провели тесты ты полностью подключен то есть если ты будешь нас обманывать мы это увидим если будешь говорить правду мы будем расстраиваться потому что я хочу знаешь чуть-чуть тебя проверить также я уверен то что зрителям очень интересно поэтому мы можем начать первый вопрос давай пользовался ты тем что ты известный футболист где-нибудь в ресторане или там при знакомстве что я известный футболист что это значит ну то есть своей популярностью ну при знакомстве например нет никогда есть сомнения что я в ресторане или где-то или в клубе не знаю может какая-то история есть у тебя которая вот знаешь тебя заставило немножко сомневаться не знаю но был один раз в Словении где я добил стол потому что я знаю там люди в этом ресторане но мне бы сказал что да нет ну да поэтому сомнения привет партнер этого выпуска легальная букмекерская компания Лион БК Лион это ставки на спортивные события это широкая линия это высокие коэффициенты и конечно же большие выигрыши этим летом нас ждет множество спортивных событий которые будут приковывать к себе внимание миллионов по всему миру из букмекерской компании Лион просмотр соревнований станет еще зрелищнее и интереснее поэтому переходи по ссылке в закрепленном комментарии где БК Лион дает до 25 тысяч рублей фрибетами всем новым клиентам регистрируйся и не упусти возможность вступить в большую игру хорошо а вот сейчас знаешь что такое вот честно вот я лично не люблю когда мне такие вопросы задают ну я ведущий поэтому я могу позволить себе все тратишь ли ты в месяц больше 500 тысяч рублей это примерно если в евро нет нет ну нет но 500 это там 5-6 евро да но я не тратил больше 500 тысяч рублей потому что я отправляю деньги в Словению у меня здесь от зарплаты стоит не знаю там 300-400 тысяч рублей так что не можно что я больше от 500 тысяч рублей трачу было ли у тебя такое что ты хотел ударить журналиста в лоб журналиста в лоб что это лоб нет 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 в интервью нет но был один раз в Словении когда прочитал интервью там был расстроен потому что они писали что я не сказал но когда был интервью никогда с смог бы ты прожить на 50 тысяч рублей в месяц 800 евро сейчас я думаю да я думаю да нет Ладно, давай так, на 55. 55? Сколько это? Это 830 евро. Не знаю, когда я был в Словении, моя зарплата была очень маленькая. Но там нормально жили, не знаю, меньше 800 евро. Так что сейчас тоже моя жизнь по-другому, потому что, не знаю, я, как это сказать, кушаю больше в ресторане. Так что, может быть, что... Чуть побольше. Да, чуть побольше. Но на 1000 точно бы смог Ваня прожить, я уверен. Да, конечно. Вот это, конечно, очень интересный вопрос. Если бы тебе сейчас предложили 5 миллионов евро, но ты заканчиваешь футбольную карьеру, занимаешься чем хочешь. Пять миллионов, да? У меня 23 лет. Не знаю. Не. Не. Давай, чтобы ты не сомневался. 10 миллионов евро и ты прямо сейчас заканчиваешь карьеру. За 10 беда. За 10 беда. Ребята, несите. Несите. Это правда. Артем, Медведеву позвони, все отменяется. Зенитом там уже все. Хорошо. Слушай, знаешь, такой насущный вопрос, то есть часто задаваемый в российской премьер-лиге. Плохие судьи? То есть плохо судят? Ну, я думаю, не каждый судья плохо судит. Но есть там какая-то игра, в какой мне не понравился судья. Но вообще окей, окей судит. Да говори как есть. Товарищи судьи, мы вас, конечно, уважаем, но очень много допускают ошибок. Знаешь, всегда в аналитических программах мы разбираем ошибки каждый тур. Хотя есть система VAR. Но меня в России долго не нравится, потому что очень много включает VAR. Там три-четыре-пять моментов в игре, в которые включается VAR. Но судья в игре, мне не знаю, нравится. Окей, как они судят. А если ты играешь с Зенитом, как думаешь, Зениту подслуживают? Ну, я думаю, все топ-команды, большие клубы в каждой стране, не только в России, у них есть там, как это сказать. Влияние давления. Да. Ну ладно, Зениту не подслуживают. Адамов тоже сказал, что Зениту не подслуживают. Все нормально. Наверное, хочет Зенит сильно. Тебе нравится в Сочи жить? Да. Топ. Детектор, огласи нам, пожалуйста. Ну конечно. Конечно. Но ты же был и в Питере, и в Москве. Да. Но Сочи для тебя топ. Сочи топ. Горы, море. Все. Тепло. Все. Хорошо, смотри, Сочи. Ты же знаешь, что здесь есть казино. Вопрос такой, играл ли ты когда-нибудь в казино? Был в казино, да. Но не за большие деньги. Мне нравится в покер поиграть. Но в казино был три раза. А представь, сейчас у тебя 10 миллионов евро, поехал бы в казино? Наверное, поехал бы, но не бы играл за большие деньги. Представь, сейчас тебе дали 10 миллионов, ты закончил карьеру, прямо сейчас все 10 миллионов. И ты такой думаешь, ну все, все хорошо, едешь в казино и 10 миллионов на черное ставишь. Нет, нет, нет. И у тебя уже 20. Нет, нет. Или Лизеро. Или Лизеро, да. Да. Нет, нет. Никогда. Смотри, у тебя, наверное, есть друзья, 100%. Если бы кто-нибудь из них совершил преступление, ты бы сдал его или наоборот защищал бы? Этот вопрос не понимаю. Если бы мои друзья... Совершили бы убийство. Ага, хорошо. Ты бы защищал их? Ну, то есть, условно говоря, сдал бы в полицию или наоборот? Нет, я бы защищал их. Тём, хорошо, что тебя не сдали. Все нормально, брат. Нарушал ли ты когда-нибудь режим на сборах? Режим на сборах нарушал. Ну, да. Там, не знаю, в 11 часов нужно быть в номерах. Иногда я, не знаю, как это, в миднайт. У меня я голодный. А, ты реально голодный? Да. Тебе хочется кушать? Да. А я думал, вы сидите командой, покер, пиво, а завтра тренировка. А, нет. Это никогда. Профессионал, профессионал. А платил ли ты когда-нибудь штраф за нарушение режима? Может быть, у тебя был лишний вес и тебя штрафовал клуб? Нет. Никогда. Но был один раз в Италии, когда в клубе нам сказали, если ты, ну, 1 кило можешь, как это, get, добить, да? А больше нужно платить за 1 кило 100 евро. Вот так. Это было в серии С. Ты играл в серии С. Да. Но в Италии у тебя всего лишь один матч, по-моему, в кубке, да? Да, да, да. Ну, расскажи вообще, как в Италии вообще футбол? Ну, не знаю, я там не играл, так что не знаю, как в футбол там. Ладно, хорошо. А если не футбол, жизнь где лучше? В Сочи? В Сочи. Тебе очень нравится, да? Да, да, да. Но в Италии, там я был на юге Италии, там вообще, там, не знаю, мне не понравилось там. А кого ты считаешь самым лучшим игроком в Сочи? Кто тебе нравится как футболист? Самый лучший игрок в Сочи? Давай скажу набор. Хорошо, смотри, в Сочи очень часто сейчас меняются тренеры, то есть был у Берды и в Кахоп. Тебя бесит то, что такая частая смена тренеров происходит? Ну, бесит. Я не бы сказал, что меня бесит, но тяжело за игрока, когда у тебя есть три тренера в одном сезоне. И всяким тренером есть, не знаю, на которые принципы и все. Так что, ну, так тяжело менять тренера каждые, не знаю, три месяца. Это абсолютная правда. Мне тоже казалось, что у каждого тренера разные требования. Нет, ты привык к одному, тренера поменяли надо. Хотел ли ты когда-нибудь ударить в судью? Ударить в судью никогда. Ругаться с ним, да, но ударить... Нет, потому... Красная карточка и все. Ты прекрасно владеешь русским языком, хорошо говоришь. И знаешь, какой вопрос? Хотел ли ты быть русским? Нет, нет. Я славянец. Но мне очень нравится Россия, люди здесь. Но я славянец. Я хотел быть славянецом, не русским. Это абсолютная правда. А что тебе нравится вообще в русских? Может, ты что-то подметил? Не знаю. Здесь все... Не знаю. В Сочи. Так, спокойно. Утром проснусь, попьешь кофе, кушаешь то-что. Солнце. Тренировка. Так. Жизнь топ. Немножко провокационный вопрос. Но это правда. Адамов не считает тебя надежным защитником. Что ты скажешь? Он надежный вратарь? Что значит надежный? Очень хороший игрок. А если он меня не считает как надежный? Нет, он тоже не надежный. Нет, он топ вратарь. Он топ вратарь. Так, Лукаев, подожди. Но он тоже. Можем в ответ ему. Нет, я думаю, что он топ вратарь. Это мой. А кто еще из российской премьер-лиги? Какие вратари тебе нравятся? Кого можешь выделить? Вратарь из Локомотива. Не знаю, как я его назвал. Лантратов? Сейчас. Да. Лантратов. И... Не знаю кто еще. Акинфеев. Да, Акинфеев тоже. Да. Родригау твой лучший партнер, с которым ты играл? Лучший партнер. Я думаю, что он лучший футболист. Лучший защитник, с которым я играл. Но у меня был партнер в Словении. Мы тоже поиграли сейчас вместе в сборной Словении. Брекало, который у меня такой лучший партнер. Это правда абсолютная. Есть ли в Сочи такой игрок, у которого ну просто ужасный стиль одежды? Уф, есть. Амир Батрев. Отвратительная девайс? Вообще катастрофа. Катастрофа. Но он молодой, так что еще есть временно. Еще и шансы справиться, да? Да, да, да. Российская премьер-лига. Это самая лучшая лига в мире? Самая лучшая? Но реально нет. Есть там премьер-лига, ла-лига, серия. Там, конечно, игроки и команды. Это правда. Смотри, если мы не берем топ-5 чемпионатов, то есть Англия, Испания, Германия, Италия, Франция. Да. Считаешь ли то, что Российская премьер-лига следующая после топ-чемпионата? Да, да, да. Это абсолютно правда. Была ли у тебя когда-нибудь мысль уйти из Сочи? Ну конечно была, да. Конечно была, потому что у меня есть амбиция. Я хочу играть в лучших клубах в Европе, в России. В Еврокубке? Да. Смотри, тогда такой вопрос. Например, ты легенда российского клуба, не важно, там Сочи, Зенит, Спартак. Каждый год чемпионство, кубок, суперкубок. У тебя хорошая зарплата. Но ты всю карьеру проводишь в России. Да. И возможно то, что нет Еврокубков. Или ты играешь в топ-5 чемпионатах, условно там, Эвертон, Турино. Ну, в середине таблицы всегда. Ну, Эвертон хороший клуб. Нет, но я думаю, что он остался бы в России. Остался бы в России. Да. Но видишь, где-то задумался, потому что играть в Европе... Ну, конечно, это как джим. Да, мечта любого. Адамов, например, выбрал играть в Европе. Да? Ну, не знаю, там... Есть джим, то играю в Чемпионс Лиге или в Европа Лиге, или в Премьер Лиге и так. Но мне очень понравилось здесь, в России. Так что, если бы я играл всю карьеру здесь... Топ. Словенские футболисты сильнее российских? Да, думаю, да. Так, подожди, нам этот ответ не подходит. Словенские футболисты сильнее российских? Ну, я думаю, да. Я играю за Словению. Я из Словении, так что думаю, Словенские футболисты сильнее. Но в России тоже есть хорошие игры? Конечно. Конечно. Ну, кого бы ты мог выделить? Даже можно не по чемпионату. Например, Головин играет по Франции. Хороший сезон проводит? Ну, я не смотрел, как он играет. Но здесь, в России, мне очень понравился Пеняев из Локомотива. Чукавин из Динавра. Да. Чалов. Диваев – хороший защитник. Тескай, да. Есть много хороших, сильных футболистов. А в Сочи, если мы не берем много, кто самый сильный? Кто тебе нравится? Именно российский футболист? Макарчук. Кто для тебя? Макарчук. Это все ФНЛ. Потому что не зря говорят лучшая Лига мира. Надо сначала ее пройти. Кто сильнее? Мелкадзе или Сорвели? Ну, сильнее – это стронгер, да? Мелкадзе. А в футбольном плане? Да, смотри, вот видишь, ты смотри. Давай вот сейчас. В футбольном плане кто сильнее? В футболном плане… Нет, тоже мелкадзе. Тоже мелкадзе. Ну, когда Гео сюда придет, мы скажем, что ты скажешь, что в футболе сильнее. Мы должны сталкиваться в футболе, простите нас. Часто используешь русский мат? Русский что? Русский мат. А что это? Бэтвордс. А, да. Ну, в последнее время тоже на игре не говорю мат в славянском или на английском, но по-русски говорю. Ну, мы, кстати, не на Матч ТВ, мы в Ютубе. Призываю обязательно подписаться. Уверен, что вам нравится это шоу. Какие слова скажи? Ты можешь прямо произнести их? Ну, любимые самые, которые часто используешь? Пипец. Аккуратно скажи. Скажи пиздец. Нет, я не могу. Все приходят к культурной, ничего я не могу с ними сделать. Я стараюсь. Тебе когда-нибудь не отдавали долги? Долги? Ну, то есть, ты дал кому-то деньги. Ага. А он тебе их не вернул? Да. Был. Один раз. Но у меня он не... Это было когда... Не знаю, у меня 16 лет. Я моему другу сдавал 200 евро там, не знаю. Но он потом меня на ужин. Он платил. Так что... Все. В порядке. Хотел бы ты перейти в «Зенит»? Да. Хотел бы, конечно. Но я думаю, это джимс каждого игрока, который приедет в Россию один день заиграть за этот топ-клуб в России. Но ты правда считаешь, что «Зенит» самый сильный клуб в России? Ну, в данный момент, конечно, он чемпион. Так что... Так, засомневался. Ну, может, ну, «Спартак», да? Наверное, ты думаешь, что это тоже топ-клуб? Да, конечно, «Спартак» тоже. «Зенит» и «Спартак», я думаю, самые большие клубы в России. Как тебе центральные защитники «Зенита»? Центральные защитники «Зенита»? Ну, Родригал, Чистяков. Ну, хороший. Я думаю, хороший. Но я всегда думаю, что я лучше. Ты считаешь себя сильнее, чем центральные защитники «Зенита»? Я думаю, что я... Как это сказать? Не знаю, как по-русски. Что я сильнее от всех. Но если они меня на поле показывают, что они сильнее, потом я скажу, хорошо, все, браво. Но перед играми и все, я сильнее. И так... Тогда надо тебе «Зенит» продавать. Срочно. Опять провокация. Вот, не знаю, читать тебе или нет. «Русские девушки красивее, чем славянские»? «Русские девушки красивее, чем славянские»? Ну, вообще да. Вообще да. Это трудно. Последний вопрос. Хотел ли ты получить российский паспорт? Нет, в данный момент нет. Хотят все, но Малком и Клаудиньо получили же. Но это же не смена твоего футбольного гражданства, ты сможешь так же выступать за сборную? Да, я знаю, но я еще не подумал об этом. Спасибо большое, что отвечал честно с классными историями, мне кажется одно из самых интересных тестирований будет. Ваня Дракушич был у нас сегодня, я уверен, что вам нравится такой формат, призываю пожалуйста поставить лайк, подписаться на канал, написать комментарий. Большое спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok